Коммунальный коллапс спровоцировали снегопады в Усть-Каменогорске. Метель на востоке страны не прекращалась почти сутки. За день в регионе выпало больше 30 сантиметров снежных осадков. Городские дороги замело и большинство автолюбителей вынуждены пересели на общественный транспорт. К расчистке улиц и тротуаров уже привлекли 150 дорожных рабочих и 85 спецмашин. Напряженная дорожная обстановка сохранилась и на загородных трассах, где возникли риски схода лавин. Борьбу восточно-казахстанцев со снегом увидел Вячеслав Витлогин. У Усть-Каменогорске нынче зимы такие, что даже внедорожник приходится откапывать. Встречались в сегодняшний снегопад и автоледи с лопатами. Большинство легковушек так и осталось во дворах. Многие предпочли общественный транспорт. Вы машину свою откапываете, да? Ну да, уже откопала. Чуть-чуть осталось. А вообще, как ездить на дорогах сейчас такое? Да невозможно. Я сегодня уже больше никуда не поеду. Лопату с собой возьмете? Наверное, придется. Сегодняшнее утро автолюбители Усть-Каменогорска начали примерно так. Машины застревают в сугробах. И без помощи прохожих водителям достаточно проблематично выехать со дворов. С начала зимы из Усть-Каменогорска вывезли больше 50 тысяч кубометров снега. И только сегодня очистить придется схожие объемы снежных масс. Свободной техники не хватает. Предприниматели вручную, не дожидаясь подмоги, расчищают подъезды к кафе, парикмахерским и магазинам. Рабочий день сегодня начался с уборки снега. Убрали снег. Через каждые 15 минут выходим, убираем. Тут с крыши свалился дважды, неоднократно. Только очистили. Хорошо успел убежать. На улице города выпустили почти всю спецтехнику. На ходу около 100 единиц. В две смены мобилизованы 150 дорожных рабочих. По сводкам на сегодняшний день получается за более 12 часов выпало около 30 сантиметров снега. Это у нас? Это в эту зиму такой крупный снег. Это впервые. Он не прекращается. Синоптики утешить горожан пока не могут. Февраль, по прогнозам, обещает быть с осадками. Угрозу представляет и скопившийся в горах снег. 16 трасс региона признаны лавиноопасными. А приграничные маршруты Усть-Каменогорск-Ридер, Усть-Каменогорск-Шаманайх и граница Российской Федерации из-за переметов рискуют быть закрытыми в ночное время суток. На 6-7 февраля мы тоже ждем очередную серию атлантических циклонов. Здесь чем ожидается и повышение температуры воздуха. И, соответственно, осадки в виде мокрого снега, возможно, дождя, гололеда, метель. Погодные условия до конца недели в Восточном Казахстане точно не улучшатся. По данным Каз-Гидромета, на востоке властвует атлантический циклон, который еще принесет дожди с метелями и порывами ветра до 20 метров в секунду. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Итоги дня.